Ядерный удар в реалистичных боях War Thunder? Это ли не чудо, мои уважаемые зрители? У микрофона ЧСВ и сегодня мы вместе с вами попытаемся это сделать. То, чем сейчас занимаются все игроки рандома, а также стримеры и ютюберы. Они пытаются набить ядерку, но пока у них это все недоговорными путями не получается. Ну а почему, узнаете чуть позже. А пока, приятного просмотра и наслаждайтесь сверхрезультативным боем на карте Тунис. Я на своем Виккерсе врываюсь в центр карты, проверяю каждый угол. Тоже захватываю точку, вылетает 44-очка, получает пикай в борт, добиваю ее каточку и еще все же захватчика точки. Я его не нахожу, вижу ИСа 3-го, выкатываю, тут еще ИС 4-й, ставлю его на мехвода и откатываю назад. Ибо выкатываться еще раз на него самоубийство, брони у Виккерса нет. А как вы знаете, советские танкисты, они настолько бронированные, что выйдут бортом еще раз к тебе и подставятся под второй выстрел. Откатываюсь назад, выжидаю выезда ИСа и возможно еще кого-то. Но здесь начинает стрелять справа 54-ка, меня начинают зажимать и понимают, что надо кого-то быстро выбить. И выбиваю ИСа. 54-ка выкатывается, но она еще на КД и я успеваю ее выбить. Вот так вот, твои попытки закончились, уважаемый, клинчуй, не клинчуй, а ты отправляешься в ангар. До свидания, до свидания. Вторым выстрелом я забираю последнего члена экипажа. Тут палится рушка, которая захватывала точку и почему-то не ваншотается. Знаете, вот эти самые рушки, вот когда ты на ней играешь, тебя ваншотают абсолютно все. Но когда противник против тебя играет на рушке, он почему-то танкует. Я сразу же меняю направление, чтобы долго не стоять на одном и том же месте. Здесь палится, подсвечивается тяж, я сматриваюсь со всех сторон и ух, какое непробитие, ребят. Не пломбир, интересно, насколько же это исторично. Но второй выстрел, похоже, все же был историчным, реалистичным. И Исиандрий третий отправляется туда, куда ему и место, на помойку. Потому что 7.3 танк, такой как ИС-3, не может вообще никак со мной конкурировать. Особенно, когда я навигаюсь на таком слабом, слабом танке с плохой перезарядочкой. Продвигаюсь дальше, пытаюсь у моста найти застоявшихся типов. Нахожу леопарда, который тут чилит. Ну и вот наш старый знакомый Ис. Он тут все стоял, стеснялся. Но ничего, не надо стесняться, парень, тоже погибай и отправляйся в ангар. Меня тут, кстати, ловит кемпер с камешков. Может, это самый великий Омера был? Нет, похоже, все же не Омера. Ну и мне тут придется починиться, хотя с ним я расправился. Чудо-чудо монтажа. И вот уже мы с вами подчинились. Разворачиваясь задом, хочу отъехать именно к мосту. Потому что сейчас, как вы можете увидеть по расположению сил на миникарте, с моста, по идее, будет подходить подмога. Также есть типы на камнях, но о них пока что говорить рано. Рано выкатываю сначала, посмотрите, что же там происходит вообще на мосту. Где враги, где они? И вот справа как бы выезжают. Минус бульдожик погибает от сразу же первого выстрела. Ну и там была еще 54-очка. Выковать на нее не стоит, надо отъехать там СУ-100П внизу в воде. Но я думаю, ее задушат и уничтожат, переиграют всячески всевозможными способами. Я простреливаю блайндом, не видел, кто это такой. Поставил на движок. И если бы еще чуть-чуть, то я думаю, я бы его добрал. Вот она, 54-ка, выбиваю ей башню. Все, она мне не опасна, но прям в наглую я не выезжаю дальше, прикрываясь вот этой стеночкой. Минус 54-очка. И медленно, аккуратно, осторожно я продвигаюсь дальше. Чекнул, что там с СТАшкой, жива Сушка или нет. Ну, Сушку он задушил, есть еще типы на камнях. Но меня больше интересует респа. Я хочу пройти респу и потом уже подняться на камни. Встречаю СУ-100П и ИСа 2-го. СУ-100П мне в ближайшее время не опасно. И без стабилизатора, поэтому без проблем выкатываю на него. Да и не особо было понятно, смотрит он на меня или нет. И сейчас буду его добирать. К сожалению, не маншотом, но ничего. Возможно, это даже хорошо. Ставлю себе домовую занавесу, чтобы в безопасности подняться вот сюда. И чуть-чуть правее уже атаковать респаун. Постарайтесь всегда менять направление. Не идите по прямой. Иначе противник может играть в отрядах. Противник может запоминать о вашем местоположении. И в итоге вы будете сами себя подставлять. Хороший выстрел в БК. Тут рессается чел. Я откатываю назад. Ибо у него позиция получше. У него укрытие. Я прячусь назад. Простреливаю. Но он инвульный. Да, такое бывает. Главное уйти назад. Еще и БК первую очередь у меня закончилась. Ее бы неплохо докидать. Опять выезжаю. Но это СТРВ. Надо прятаться вниз. Ибо такую перестрелку я явно выдержать не смогу. Он уже там стабилизирован. Все дела. Здесь зениточка стоит. Прострел в нее. К сожалению, урон не проходит. Собственно, как и по всем зениткам. Если вы знаете, по ним урон не очень хочет проходить. Я тут как-то немножко завтыкал. Где она находилась. И ее смотрел чуть левее. Но все равно добрал. И вот эта потеря гусеницы. Она, мне кажется, незначительна в данном случае. Осматриваюсь на респаун. На правой. Там еще, смотрите, ЛТшечка. Выстрел. Сразу же откатываюсь. И продолжаю пасти левый респу, у которого я нахожусь. Я знаю, что здесь есть СТРВ. И еще какая-то машина. Вроде как советская. Вот выкатывает СТРВ. Я вместе с ней выстрел в борт. И да что это такое? Какой рикошет? Алло, улитка. Тут должен был быть ваншот, возможно, или даже пробитие. Ну, хотя бы пробитие какое-то. Что за рикошеты? Но, да ладно. Не будем расстраиваться. Продвигаемся вперед. К респауну прижимаем. Чекаем вправо. Режь, чтобы никто не вылез. Тут Фидиан. Вылазит все же. Минус. Минус Фидиан. Все, нет лица. Где лицо? Фидиан. Где лицо? Где лицо? Потеряло. Нет лица. Потому что встреча с Викерсом. Она для тебя будет последней в этом бою. Ну, все. Фидиан чисто мой. Остается добрать его выстрелом в БК. Бац. Красивый выстрел. Чекаю правую респу. Вижу, что меня здесь так немножечко палит. Вижу зениточку. Хотелось бы по ней стрельнуть. Но, как видите, не вариант. Отходит какой-то швед. И мне надо найти на него прострел. Откатить назад. А потом чуть-чуть выше. Левее. При этом, опять же, не подставится под советский танк. Или зенитку, которая чуть правее на меня швед не смотрит. И дает возможность открыть свой ВЛД. И я его шотаю. Подставляюсь под зенитку. Зенитка начинает попадать. Я сразу же подставляю корму. Башню она вряд ли пробьет. Зенитка еще инвульная. Пытаюсь как-то ее, может быть, сбить своими пулеметами. Но она сбивает пальму. Откатываюсь назад. Сейчас рискую подставиться под левую машину. Понимаю, что смотрит на меня совет. Откатываю вперед. Вовремя я понял, что ситуация пахнет не очень хорошо. И по мне продолжает стрелять эта зенитка. Хочу пулемета, может быть, хоть как-то отбиться. Но ни хрена не получается. Только сейчас. Как-то я ее остужу. И продолжаю ремонт. Фух. Вот тут я реально, чуваки, вспотел. И думал, что все, глина. Меня сейчас убьют. И вот этот бой, он закончится. А я уж, поверьте, полдня потратил на то, чтобы набить эту чертову ядерку. Появляется КТ, не надо палиться. Надо подождать, пока он подъедет к самому краю камня. Выжидаю, выжидаю, выжидаю. Выстрелы есть в ваншот. У меня уже немножко осталось. Совсем немножко. Но зенитка стоит. Сука, очень неудобно. А если тут где-то фраг? Может, кого-то здесь можно жмыхнуть? Суки, все попрятались. Чувствуют, что сейчас ядерка будет вызвана. Зенитка, выстрел по ней. Надо фармить очки. Попадание, попадание, попадание. Надо стрелять, надо критовать. Надо, чтобы хоть как-то набилась эта чертова ядерка. Я уже реально задолбался катать в рандоме, чтобы набить эти 3000 очков возрождения. Это пипец, как много, уважаемые танкисты и зрители. Продолжаю стрелять, продолжаю фармить. Где? Где моя ядерка? Кричу я. Хочу ядерку, я ее заслужил. Есть фраг. 17 фрагов. Сразу же выпрыгиваю и готовлюсь взлетать на своем пожилом бомбардировщике, в котором будет ядерка. Вот она. Клац. Ну давай, 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 давай. Взлетаем, взлетаем. Меняй конфиг. Меняй конфиг на авиационный. Думаю, где их? Где? Уже потерялся. У меня их миллион, этих конфигов. Нафига я их столько понаделал? Мне нужно вылететь на этом самолете, чертом заштурмиться и сделать первый сброс, набить первую ядерку среди всех. Я хочу быть первым. Я заслужил это, потому что боев у меня было овер дофига офигенных, постоянно прям тушил. Скольких я гавриков перестрелал? Вы просто не представляете за этот весь челлендж. Набираю скорость. Ну, сбейте точку, суки. Ну, хоть как-то попытайтесь этот бой выиграть, а я вас отштурмлю. Ну, честно, у меня уже тут просто уже все, как бы дизмораль какая-то, ибо я максимально устал выполнять этот челлендж с ядеркой, а набить ядерку оказалось в War Thunder челленджем. Ребят, а теперь о серьезном. Да, скинуть ядерку у меня не получилось. Я ее набил всего один раз. Боев было много. Были на 17, на 0, были и другие катки. Всегда не хватало. Ну, просто децела. Там где-то 200 очков или еще что-то. А здесь вообще обидно. Ядерку я набил, но бой заканчивался. Так было в каждой катке. Когда ты подходил к моменту, когда ты можешь набить ядерку, просто заканчивались противники, либо у тебя заканчивались респауны. 3000 очков возрождения это недосягаемая цифра даже для топовых игроков, как я или подобных мне. То есть, даже 1% игроков будет набивать ядерку где-то, ну, раз в неделю. Нет, я не говорю, что это невозможно. Возможно, но должны, знаете, обстоятельства сойтись. То есть, твоя команда должна отсасывать. Это обязательно, чтобы ты не делал фраги и они не зажали респаун. Команда должна отсасывать. Твои противники должны быть идиотами или же максимально удобном для тебя сетапе. То есть, ты должен быть в топе. У тебя должен быть хороший танк. И у тебя должен быть убер-скил. Для большинства игроков War Thunder ядерка это просто мечта. И именно поэтому вы не видите ее сегодня в боях. Именно поэтому никто при вас не запускает ядерки честным путем. Потому что набить ядерку это очень большое везение для топового игрока. И улитки просто обязаны ее, ну, немножко скинуть. Ну, хотя бы до 2400. Ну, хоть такую сумму. И то даже 2400 это будет далеко не простой прогулкой по парку. Сложно набить 2400 очков. Ребят, это очень трудно. Ну, а 3000 это, не знаю, просто цифра, как знаешь, пальцем в небо выбрана. Не подумав о том, что она, ну, прям какая-то космическая для среднего скилла нашей игры. Ну, вам всем спасибо за просмотр. Оцените мои старания. Я полдня потратил на эту чертову ядерку. Но, блин, не повезло. Но как-то мы ее обязательно набьем. И я думаю, что Рик все же немножечко цену за ядерку, да, опустит. Всем хорошего дня, удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok